Вы смотрите программу Город С в студии Инна Румянцева. Здравствуйте! Конец лета, начало осени, время сбора урожая, созревания овощей и фруктов. И потому в этот период одних интересует, где сбыть свою продукцию, других – где ее приобрести. Горожане всегда рассчитывают на высокое качество продукции, представленной на ярмарке. Обоснована ли эта точка зрения? Какие требования предъявляются к товару и поставщику? Какие ярмарки стационарные сезоны работают сейчас на территории Самары? Где и когда можно ожидать открытия новых торговых площадок? Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. И гость в нашей студии – начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития инвестиций и торговли администрации Самары Александр Чуфистов. Здравствуйте, Александр Владимирович! Здравствуйте! Александр Владимирович, какие же ярмарки стационарные, сезонные уже работают сейчас на территории Самары? Ну, вообще, у нас сейчас в городе работает 47 ярмарок, 36 из них муниципальных и 11 коммерческих. Что касается муниципальных ярмарок, они тоже у нас различной направленности. Существуют ярмарки, различаются по видам товаров. Например, у нас существуют также ярмарки, которые реализуют сувенирную продукцию, народную промысла. Например, такая ярмарка у нас вот расположена на улице Максиму Горького у речевного порта. Вот. Помимо того, есть универсальные ярмарки, которые могут реализовывать любой круг товаров вне зависимости. То есть там может и продукты реализовываться, соответственно, и там текстиль, например, любые товары. То есть такие ярмарки у нас классифицируются как универсальные. Вот. Кроме того, существует тоже специализация такая, как сельскохозяйственные ярмарки. Это когда уже понятно, что мы ищем там с вами сельскохозяйственную продукцию. Вот. Что касается сельскохозяйственных ярмарок, то у нас в настоящее время работает ярмарка круглогодичная на Киевской и Тухачевского. Кроме того, открылась новая ярмарка тоже сельскохозяйственной направленности на пересечение улиц Карла Маркса революционно. Эти ярмарки у нас круглогодичные. Туда можно приходить в любой день недели. Они открыты каждый день в удобное для посетителей время и в комфортных условиях приобретать фермерскую продукцию. Кроме того, традиционно в Самаре у нас открываются в сезон. То есть эти ярмарки, несмотря что открываются каждый год, но они работают строго определенный срок. То есть это когда у нас урожай собрали, привезли, соответственно реализовали и уже на следующий год в это же время. Как правило, это сентябрь, октябрь и, если погода позволяет, краешек ноября. То есть это то, что нас еще ждет. Об этих новинках мы, наверное, позже чуть-чуть поговорим. То, что касается того, что нас ждет, у нас традиционно две площадки в городе. Это именно сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Это в Красноглинском районе, в поселке Мегзавод, у ДК «Октябрь». Там традиционно у нас ярмарка располагается, порядка 80 мест. Сельхозтоваропроизводители приезжают, жители с удовольствием посещают ярмарку. Данная ярмарка у нас уже открылась в прошлые выходные, поэтому милости просим, приглашаем всех желающих. За сельхозпродукции. За сельхозпродукции, верно. Что касается города, непосредственно вот старой его части, исторической, Ленинского района, то у нас традиционная ярмарка открывается у музея имени Алабина. Мы планируем открыть ее уже в эти выходные, то есть в пятницу на этой неделе она уже у нас начнет свою работу. Александр Владимирович, давайте про новые ярмарки поговорим чуть позже. Пока просто расскажите нам, вот вы немножко уже начали об этом говорить, какой товар представлен на ярмарках, что это может быть не только сельхозпродукция, вообще фермерские товары, да? А расскажите, кто и откуда везет свой товар? Ну, если говорить именно о сельскохозяйственных ярмарках, то у нас, в принципе, продукция со всех муниципальных районов Самарской области везется. А помимо того, к нам едут, более того, из соседних даже регионов. То есть наш ярмарк имеет популярность не только в Самарской области. К нам и из Ульяновска едут, и из Уфы едут с медом. То есть различные специализации вот есть по регионам, да, чем сильные там в Ульяновске. Вот грибы, например, у них традиционно много, ну, климат такой. Вот, а из Башкирии, например, к нам мед везут. Вот, соответственно, весь, в принципе, Приворский федеральный округ, да, приезжают к нам в ферме даже из этих регионов. Ну, вот сколько я была на ярмарках, там ведь целые ряды. Здесь мед, здесь там фрукты, здесь овощи, да. Конкуренция большая на самом деле. Вы вот расскажите, какие требования предъявляются и к товару, и к поставщику? Ну, вы правильно отметили, что ряды у нас стоят по специализации. Это, в принципе, такое требование у нас есть в санитарных правилах. То есть товарное соседство должно соблюдаться. Что касается конкуренции, это очень хорошо на самом деле. Именно конкуренция позволяет развивать торговлю, позволяет снижать цену, что для конечного потребителя является очень положительным таким признаком. Вот, поэтому всегда можно на ярмарке, кроме того, что посмотреть, можно же еще и попробовать. Пожалуйста, перед вами выбор. Вы можете везде попробовать и выбрать именно тот товар, который вашему вкусу отвечает. А кто и как может стать участником ярмарки? Как вообще все это происходит? На ярмарке участником стать довольно просто. Нужно обратиться к оператору ярмарки. В данном случае это муниципальное предприятие ярмарки Самары. Соответственно, они собирают заявки и обеспечивают места. Что касается требований к участникам, то есть это может быть юридическое лицо, это может быть индивидуальный предприниматель, это может быть владелец частного хозяйства какого-нибудь, КФХ, либо подсобного хозяйства. То есть справка о наличии такого хозяйства является основанием для заключения договора. Мы в свою очередь для сельскохозяйственной ярмарки стараемся в первую очередь, ну даже не стараемся, мы в первую очередь обеспечиваем именно сельхозтовар производителей местами, а соответственно предпринимателей по остаточному признаку для того, чтобы обеспечить именно доступ прямой жителей к фермерской продукции. Тем не менее, мест довольно много у нас на ярмарках. И по факту сельхозтоваропроизводителей у нас занимает порядка 70% места. То есть у нас все равно остаются места, пожалуйста, предприниматели тоже с удовольствием участвуют. А вот сейчас еще не поздно подать заявку? Нет, никогда не поздно. Ярмарка это в целом как живой организм. То есть кто-то приехал, все распродал, уехал, у кого-то запасов продукции на месяц торговли, у кого-то на две недели, а у кого-то на все три месяца заприпасено. Поэтому это процесс живой. Никогда не поздно. Всегда можно обратиться к оператору. И если не сегодня, ну завтра там условно все равно участие принять. А по времени сколько будут работать эти сезонные вот именно ярмарки? Сезонные ярмарки у нас получается на ДК октябре уже открылось. В эти выходные открываем на Алабино. И соответственно будем работать по пятницам, субботам, воскресенье в таком режиме. И до первых холодов, которые у нас не позволят условно продавать там продукцию. То есть у нас, если помидоры начинают уже твердеть, ну все, пора. Ну все, пора ярмарку закрывать. Ну обычно весь сентябрь. Сентябрь, октябрь абсолютно весь. Иногда даже успеваем. Ноябрь. Ноябрь захватить чуть-чуть. В зависимости от погодных условий. Ну вот о качестве товара хотелось бы поговорить. О качестве. У нас на наших ярмарках дежурит станция мобильная ветеринарной службы, которая проводит проверку всей продукции, которая у нас на ярмарке продается. То есть в начале каждого дня они проверку осуществляют, а затем, соответственно, фермеры приступают к реализации продукции. Кроме того, машина постоянно там дежурит. Если у вас возникли как у потребителей какие-то вопросы к качеству, у вас какие-то, например, сомнения возникли, вы можете всегда обратиться за относительно небольшие деньги, себе даже заказать проверку любой продукции дополнительную. А вот горожане всегда рассчитывают на высокое качество товара, которое представлено на ярмарках. И мне интересно, обоснована ли эта точка зрения? Ну что на ярмарке лучше, чем в магазине, скажем. Мое личное мнение, что да, лучше. И на ярмарке, что важно, у вас всегда большой выбор. Даже если мы говорим, ну, взять, например, картошку, разница может достигать, например, от 25 до 85 рублей. И там картошка, и там картошка. Один производитель говорит, а я не использую пестициды. И к тому очередь, и к тому очередь. То есть на любой кошелек, на любого покупателя можно найти, соответственно, то, что нужно. Ну вот, кстати, о цене. Как она формируется? Ну, в условиях рыночной экономики цена формируется непосредственно предпринимателем или фермером, который реализует продукцию. Соответственно, он принимает решения, исходя из затрат, понесенных на то, чтобы привезти, ну, в конце концов, вырастить. И он считает, что справедливая цена такую, устанавливает ее. Если она неконкурентно способна, он видит, что у него не покупают, а у соседа покупают. Тем и хорошо. Конкуренция, эти все ценовые вопросы саморегулируют. Саморегулирование. Но, наверное, все-таки рассчитывать на то, что цена будет ниже магазина, и не стоит. Все равно. Ярмарка – это скорее рынок, все-таки, наверное, чем магазин. Ну, ярмарка – это отдельно, как бы считается термин юридически даже. Если раньше, ну, условно, ярмарка – это же немецкое слово, дословно переводится как «осенний торг». Да, вот. Соответственно, но в законе у нас четко написано, что такое ярмарка и что такое рынок. Это два вот отдельных вида торговых объектов. Рынок – это больше капитальное строение, там обязательно должно быть. Это больше требований к такому виду объектов. На них, на самом деле, у нас не так уж и много. А соблюдается ли на ярмарках основные правила торговли? Вот в том числе наличие контрольных весов, скажем. Конечно. Это обязательные требования. Наличие контрольных весов. Они находятся на наших ярмарках в администрации. Можно всегда обратиться, взвесить. То есть все требования, которые у нас к торговле предъявляются, на ярмарке соблюдаются ценники и прочее, прочее, прочее. Если покупатель обнаружил недовес, или ему подложили, как ему кажется, некачественный товар, или его грубо обслужили, или обсчитали, ну, в общем, в случае каких-то нарушений прав потребителя, он может пожаловаться? Да, конечно. У нас постоянно на ярмарке дежурит администратор. Иногда даже два. То есть всегда можно по всем этим вопросам к ним обратиться. Они всегда помогут. А как найти? Где? То есть это где-то в зоне? У нас прямо на ярмарке есть отдельно стоящий домик, на котором крупно написана администрация. И, соответственно, туда просто подходите, обращаетесь. Кроме того, там есть телефоны. Если вдруг администратора нет на месте, ему всегда можно позвонить на сотовый телефон. И это распространяется и на стационарные ярмарки, и на сезонные ярмарки? Да. Всегда есть администратор ярмарки, да? То есть за дисциплиной смотрите? Конечно. Ну, хорошо. Расскажите тогда, давайте сейчас вот поподробнее остановимся на том, какие новые ярмарки должны открыться. Вы немножечко нам уже завесу тайную, так сказать, приоткрыли. Поподробнее где, когда, что там будет, как они будут работать, по каким дням, по каким часам. Что касается новых ярмарок, в этом году у нас было запланировано открытие трех новых ярмарок муниципальных. Первая ярмарка расположилась на пересечении улицы Революционной Карла Маркса. Это круглогодичная ярмарка. На ней там порядка 40 мест. В современной конструкции модульные обеспечено все для комфорта покупателей. То есть зима, лето, осень, весна, неважно, там созданы условия для комфортного пребывания как потребителей, так и непосредственно самих предпринимателей. Данная ярмарка уже у нас открылась. Работает она в ежедневном режиме. Пожалуйста, приходите за покупками, будут рады вас видеть. Кроме того, на этой ярмарке у нас оператор осуществляет политику социальных цен. И на определенные группы товаров по определенным дням, там есть прям график интересный, можно получить дополнительную скидку. Кроме этой ярмарки у нас также открылась ярмарка в Красноглинском районе. Там ярмарка поменьше, но тоже в современных конструкциях. Простите, на той ярмарке, про которую вы говорили, на революционной и... Карла Маркса. Карла Маркса. Какая продукция представлена? Это сельхозтовары или фермерская? В основном это сельхозтовары, да, то есть там как производители есть, так и, соответственно, предприниматели, реализующие сельхозпродукцию. Здесь стоит немножко, наверное, углубиться. Да, дело в том, что я понимаю желание людей купить у фермера из первых рук или у сельхозтоваропроизводителя, да, но, как правило, сельхозтоваропроизводитель реализацией продукции заниматься не хочет. По той простой причине, что он занят, собственно, ее производством. И, как правило, то есть, если условно крупный фермер, он, например, ему это совсем неинтересно, он буквально с поля продает оптом свою продукцию, и все. Слова уже не болит у него. Да, он не хочет думать о том, как ему эти десятки тонн картошки собрать, перевезти, где-то хранить, создать условия, потом еще куда-то везти, вот, соответственно, потом продавать в надежде, что там это все отобьется. Вот, многие, то есть, фермеры, они реализуют оптом сразу. Есть фермеры, которые решили продать сами, да, у них есть время или, например, условия какие-то, там, допустим, дети у них там могут продавать, а он в это время работает. Вот, ну, опять же, то есть, перед ним встает всегда выбор. Есть ярмарка в Самаре, до которой, условно, 200 километров надо еще доехать, а есть ярмарка у меня вот в Кенельском районе, вот тут прям рядышком. Вот, то есть, это вот второй выбор перед фермером. Соответственно, те же, кто решил поехать в Самару, вот, они уже определенные, конечно, должны заложить и сдержки свои, то есть, это нужно привезти, это нужно хранить, нужно где-то самому находиться в это время в Самаре. Да, я представляю, как это удорожает товар в конечном счете. Вот, поэтому, с нашей стороны, мы делаем, что для фермеров, да, стараемся держать максимально низкую цену за место, то есть, она у нас формируется только из расходов, принесенных на содержание ярмарки, такие, как вывоз мусора, там, уборка, охрана, то есть, вот такие вещи, вот, и поэтому у нас ценник на ярмарке, ну, от коммерческих ярмарок на порядок отличается, да. Хорошо, теперь про Красную Глинку расскажите. Большой район, совсем другой? Да, мы расположили ярмарку напротив, там, большая парковка, там, напротив, есть магазин «Пятерочка Магнит», и, собственно, ярмарка, которую ассортиментом уже сельхозтовар, сельхозтовар на ней присутствует. Там также современные модульные конструкции установлены, ярмарка тоже работает ежедневно, каждый день можно прийти, купить свежие фрукты и овощи, мясную продукцию, выпечку, пожалуйста. Будем рады видеть посетителей. Вообще, по каким принципам выбирается место проведения ярмарки? Ну, если, например, далеко не уходить от ярмарки на улице Мира-6, то там всегда присутствовала несанкционированная торговля. Когда мы организуем ярмарку, мы внимательно смотрим на место. Если, соответственно, там несанкционированная торговля есть, это значит, что люди там покупают продукцию. Даже пусть она некачественная или с нарушениями продается и так далее, но людям она нужна. Но это как прикормленное место у рыбака, да? Соответственно, мы здесь двух зайцев одним выстрелом убиваем. Создаем условия легальные для этих же продавцов. Пожалуйста, регистрируйте там. Но они платить за место должны. Да, конечно. Соответственно, мы вот таким образом и с несанкционированной торговлей боремся, и при этом создаем условия для... То есть мы не говорим людям, все, иди куда-нибудь отсюда и все. Ну да, вы предлагаете место торговли и качественное обслуживание при этом. Пожалуйста, альтернатива. Заплати немножко денег и, соответственно, реализуй свою продукцию легально. Все правильно. И порядка больше. Конечно. Вот раньше одной из популярных точек проведения ярмарок была площадь Куйбышева. Теперь рядом идет метрострой. Вероятно, это как-то вот повлияло, наверное. Это место вообще рассматривалось? Мы это место всегда держим в уме. Но в последнее время, во-первых, у нас в Самаре так уж исторически сложилось, что День города, например, празднуется 9 сентября примерно. Вот как раз в то время, как мы открываемся. Да. Празднуется он, соответственно, на площади. Вот поэтому ярмарку нужно тогда куда-то убирать на это время, потом опять ставить. Вот. Соответственно, это дополнительные расходы для муниципального предприятия. И это не очень удобно. Кроме того, площадь получила свое развитие в виде спортивных объектов. У нас там все лето стоят скейт-парк, баскетбольный корт. Соответственно, эти объекты у нас стоят по погоде. Также, да, пока тепло, люди пользуются, горожанам очень нравится. Поэтому в настоящее время мы площадь Куйбышева не рассматриваем именно для проведения сельскохозяйственной ярмарки. Так как у нас, в принципе, есть площадка у Алабина, она людям нравится, положительные отзывы мы получаем. То есть она находится недалеко от площади. Все, кто ходил на площади, им также удобно и на Алабина прийти. Это вот как раз та сезонная ярмарка, которая будет в этом районе, которая открывается и будет работать, и будет уже в разгаре к концу августа и начало сентября. Люди могут приходить не только суббота-воскресенье, но и каждый день? Нет. Вот что касается именно сезонных ярмарок, они работают пятница, суббота, воскресенье. Это обусловлено в том числе и тем, что фермеры, они везут свою продукцию. Им нужно время еще поработать в поле, успеть, да. Соответственно, они в будние дни там поработали, собрали, подготовились. И уже в пятницу приехали рано утром и начали торговать. Три дня поторговали, пятница, суббота, воскресенье. И отправились опять работать. И за новые порции товара? Да. Понятно. Вообще, какова цель проведения ярмарок, особенно сезонных? И, собственно, мне интересно, кому в большей степени это выгодно, полезно? С нашей точки зрения это выгодно всем. Это дополнительная среда конкурентная, которая позволяет оказывать давление в том числе и на сетевые магазины. То есть, если у нас будет условных два магазина сетевых, они всегда договорятся о цене. И если у нас будут такие ярмарки, которые позволяют в сравнении, соответственно, ниже цены поставить или взять качеством, что тоже немаловажно. Очень многие люди предпочитают качество, особенно что касается овощей, мясной продукции. То есть, люди обычно предпочитают на рынке купить или на ярмарке. Поэтому, с нашей точки зрения, это выгодно и фермерам, которые могут реализовать свою продукцию. Например, небольшой фермер, он не может поставлять в тот же сетевой магазин, потому что там есть определенные требования. Требования по калибровке, то есть, картошка, она в диаметре определенного должна быть. И вся твоя картошка должна быть одинаковая. Она должна быть поставляться с определенной ритмичностью и никак по-другому. Для крупных производителей соблюдать такие требования возможно, но для, скажем, среднего или малого предпринимателя или фермера это практически нереально. Куда ему идти продавать продукцию? К нам на ярмарке. Вот для них, соответственно, это глоток свежего воздуха. Возможность реализовать свою продукцию. Тем более, фермеры, они же не круглый год, например, торгуют, если там речь об овощах идет. Вот, соответственно, как раз вот ему нужно именно в сезон вот эти вот три месяца поторговать и все, и больше. Поэтому, условно, там какой-нибудь киоск содержать ему тоже невыгодно. Да. То есть получается такой взаимовыгодный процесс. Да. Ну и, конечно, сами потребители выигрышей, у них большой ассортимент продукции, сосредоточенные на относительно небольшой площади, вот, где они могут не только посмотреть, но и попробовать, выбрать самое вкусное, самое качественное. Что-то новенькое. Эксклюзив, да. То есть у нас это большинство людей на самом деле ходят как на мероприятия и за чем-то вкусненьким. То есть какую-нибудь вкусную колбасу найти или рыбу, или еще что-то. Ну, какую-то новую продукцию, которую мы... В магазине такое, да. ...жители Самары не видели. Да. Да, это хорошая вообще вещь. Вы упомянули об охране, что как-то обеспечивается правопорядок на ярмарках. Как это все происходит? Да, заключается оператором договор с охранным предприятием. Обеспечивается, то есть охрана каждый день. Вот, если какие-то эксцессы, то, соответственно, там сотрудники охранной организации всегда присутствуют. То есть если что, можно к кому-то обратиться? Конечно. Вот. И, соответственно, если что-то случилось, они могут уже там органы полиции вызвать, если что-то там серьезное. А случаются такие инциденты? На самом деле, вот за мою практику, семилетнюю, еще ни разу ничего не было. Наверное, на ярмарки все-таки приходят такие мирные очень граждане, да, думают о еде, вообще все спокойные, расслабленные. Кстати, кто чаще всего ходит на ярмарки? Все возраста, абсолютно, то есть нет никакой корреляции ни по возрасту, ни по полу, то есть абсолютно все ходят с удовольствием. Можно встретить целые семьи, то есть это как событие, вся семья. Погулять на ярмарки, пошли, каждый для себя выбирает продукцию. Что-то вкусненькое, да. Мамы, папы, бабушки, дедушки, дети, внуки. Да. Праздник семейный. Точно. Как меняются ярмарки год от года вообще? Все ведь развивается, да, любая сфера бизнеса развивается, любая сфера культуры развивается. Вот коренным образом, насколько изменились ярмарки, что нового в этом сезоне произошло? Ну, что касается новинок, как я уже говорил, у нас три ярмарки новые открываются, две открылись, третий у нас на подходе, это на московском шоссе Нововокзальный. Вот, ну, вы, наверное, помните, там раньше существовал рыночек такой. Рынок стихийный. С 90-х он существовал, вот, и, соответственно, есть определенный запрос у жителей на что-то уже более современное и так далее. Вот, поэтому, ну, там организовали муниципальную ярмарку, оператор сейчас там завершает монтажные работы, работы по благоустройству будут произведены. Когда ожидается открытие такой ярмарки? Насколько я помню, до конца августа там монтаж именно торговых объектов будет осуществлен, после чего можно будет людей из старых объектов в новые уже перенести и старые объекты удалить, после чего сделать благоустройство. Это замечательная перспектива, на самом деле. К октябрю планируем закончить. Вы сами ярмарки посещаете в Самаре? Конечно. За что вы их любите, расскажите нам. Ну, мне очень нравится, что там можно найти именно вот какую-то очень эксклюзивную продукцию. Вот, как правило, покупатели находят себе кого-то, любимого своего продавца, который делает его любимую колбасу, именно такую, какую он хочет. Вот, я, соответственно, да, люблю вот, мне нравятся там колбасные изделия. Ну, вам везет. Вы все эксклюзивы самые первые обнаруживаете, наверное, да, в этом смысле, конечно. Кроме того, что ответственность несете за все происходящее, но все-таки еще. Ну и общение, опять-таки, с сельхозпроизводителями, да. Да. Ну что ж, наших телезрителей остается только пригласить на ярмарки и уже работающие, и вновь открывающиеся. Наша программа подошла к концу. Александр Владимирович, я благодарю вас за интересный рассказ. Нашим телезрителям напомню, что сегодня гостем в студии был начальник отдела организации контроля торговли Департамента экономического развития и инвестиций торговли администрации Самары Александр Чуфистов. На этом у меня все. Посещайте Самарские ярмарки. До встречи в эфире.